всем привет ребят стул имеет очень важное значение для человека особенно если у него сидячая или офисная работа и он постоянно на пятой точке я приобрел данный стул еще в августе 2019 года и решил вам сейчас при него рассказать все плюсы и минусы собственно стула барский game mesh так модель называется недостатков очень много вообще у компании барский есть свой сайт и я вам скажу нет наверно ни одной модели барские чтобы люди не жаловались на какую-то типовуху обычно знаете там раньше там лыжики ноутбуки некоторые модели славились типовухой отслойкой чипов телеки там самсунге иные модели тем что с ни с того ни с сего прошивка вылетала здесь же у нас типовуха в каждой модели почему сетка некоторые сразу скажет вот потому что дешево потому что наверное бюджетный вариант барал нищеброд самый дешевый из всех которые это прошла сетка нет я убрал в августе случилась проблема мед это было кресло кожзам и такая проблема была что спина стала настолько преть что вентилятор не спасает и в общем проблемы с кожей начались и было принято решение купить стул чтобы спину проветривать что можно было блокотиться включить сюда вентилятор комната у меня рабочая достаточно маленькая и кондиционера нету кто скажет что это бюджетное кресло прийти сами в себя то что данное кресло на сайте розетка стоит 8000 гривен сейчас идут новогодние скидки на сайте барский и это кресло можно урвать за 5000 гривен здесь новая какая-то современная технология кожзама которая которая действительно очень мягкая как как кожа твоей бывшей и пока еще с августа месяца ничего нигде не порвалось эргономичная такого кресла удобно прикольная мне нравится мягенькие такие подлокотники далее у нас регулировка по спине но это и как плюс и как минус плюс конечно классная штука что регулируешь себе действительно хорошая поддержка поясницы идет но с другой стороны в этой конструкции не продумано и приходится постоянно сюда подлазить сидя в кресле подлазить руками постоянно делать сделаешь вот постоянно делать выше и со временем она потом опять станет ниже плюс вот здесь как не вытираешь пыль постоянно вот здесь но это скорее пыль сейчас от теплого пледа который я положу достаточно холодно с этой сеткой зимой без отопления и я просто застилаю сверху вниз ложу пледик и тогда становится тепло и комфортно и классно но это скорее всего пыль от пледа тоже чищу я его раз в неделю все равно числе получается его по понедельникам сейчас среда и уже такое ощущение что она здесь стоит больше года далее из неприятного накладка которая должна здесь быть постоянно отваливается а службе поддержки скажу чуть позже но скажу что это только положительные эмоции далее весь стул у меня стал хрустеть трещать уже через две недели эксплуатации мной было принято решение выкрутить вообще все винтики шуруповертом везде из днища и в эти дырочки я закапывал масло и потом закручивал и узнаете оно дало свой результат что сейчас как на него не сядешь так вообще никакого звука он не издает так что у кого есть кресло барский и кто не знает куда именно смазать чтобы было хорошо смазывайте сами отверстия из под шурупа винтов и будет вам счастье дальше неприятной особенностью был газлифт который стал проседать спустя пару месяцев то есть если выставил уровень как у меня сейчас удобно ты на нее садишься и еще опускаешься на треть вниз и следующим неприятным неприятной особенностью стал отвал одной из колесиков колесных пар данное кресло еще хорошо тем что здесь спереди можно вытащить подставку под ноги и полностью это кресло выставить в горизонтальное положение то есть вы грубо говоря будете полностью на нем лежать я так несколько раз делал но опять-таки из минусов этой всей конструкции то что ноги у вас практически вниз опускаются под весом ног причем не только у меня младший брат ко мне приходил который худющий точно также он ложился и точно также через какое-то время как будто здесь крепление пластилина выведет через определенное время подставка под ноги уходит полностью практически до пола вместе с ногами то есть но регулировка по высоте локтей это такое наверное ничем не удивишь в любой штуке в любом кресле есть но вот колесная пара причем обратите внимание что нету нету здесь винтиков здесь короче получается какая система здесь внутри стоит штифт в центральной от этой балки которая крепится к пятеноге стоит штифт с такими закруглениями на концах и туда вбиты вплавлены вот эти сами ножки и то есть если они уже выскакивают выламываются серединка то уже все значит есть лайфхак можно просверлить насквозь как я сделал винтик и просто-напросто покажу и просто-напросто вот так вот оно получается сверлим в центральной дырочкой так будет сверло подбираем по диаметру отверстия высверливаем насквозь и просто-напросто две гайки вторая служит как контргайка это все дело закрепляем но не думайте еще ставлю картинки когда буду рассказывать о службе поддержки не думайте что как бы они на меня забили болт наоборот я очень-очень рад такой службы поддержки если такая служба поддержки еще была как в виламе где дорогущие матрасы ломаются спустя год-полтора использования и вот там служба поддержки на вас забивает хер то здесь нет собственно сразу написал я на сайт барский в режим отзывы там набомбил кучу всего галимова написал после того как у меня еще и сломалась вот это пара роликов я не мог сидеть нормально за этим стулом короче накипело вот это все я уже высказал это все перефотографировал но потом нашел форму них есть форма как раз таки по гарантийным случаем вы там прикладываете туда чек где вы купили когда указываете и описываете свою проблему и прикладываете до пяти фотографий если надо больше открываете еще одну форму и добавляете фотки или же очень быстро специалистом отвечает вы ему докидывайте фотографии собственно я писал проблему что он сразу скрипел дальше у меня вот это отваливаться стала задняя накладка потом газлифтер вышел из строя и в самом конце еще и колечко отвалилась все остальные он расшатаны разболтаны если вы видите то есть они на грани но на грани они уже месяца два на грани то есть служба поддержки попросила мой домашний адрес говорит вышли вам все в лучшем виде и действительно прислали через три дня мне пришло уведомление что вам посылка от мист экспресс и мне прислали накладку пластиковую газлифт и прислали полный комплект колесиков это не может не радует означает что служба поддержки действительно работают и дорожит своей репутации то есть хорошее кресло одно из доступнейших кресел на рынке кресел в украине не считаю всяких на немовских брендов которые подойдут для детей там до 60 килограмм до 50 килограмм 40 килограмм взрослые дядечки когда покупают кресло там до 120 до 150 до 200 килограмм как бы тут уже выбор выбор упирается в 15000 гривен 17000 гривен 9000 гривен я это тоже брал по скидке в эпицентре я его брал за 4 600 короче вышло что-то время практически ровно 200 баксов там практически 200 баксов вот я офигел когда увидел этот же стул на розетке за 8000 за 7999 скриншот прилагаю и ссылочку в общем если у вас есть возможность в эпицентре обращайтесь кстати довольно таки интересное хорошее решение и на лето то есть в сетка кстати не проседает все классно вот я им пользуюсь лето то есть про косяки рассказал скрип можно устранить тоже быстро добавив купив масленку за 20 гривен все остальное вам компенсирует служба поддержки если у вас что-то другое поломается этот стул рассчитан как сказал нам парень в эпицентре до 200 килограмм по факту на сайте производители мы нашли что рассчитан до 150 килограмм но это это запасом уже будет для меня но стул очень хороший шикарный очень мягкий эргономичный за ним кстати не устаешь работать летом эта сетка это это просто не что то есть ставишь сзади вентилятор и действительно тебе дует действительно тебе очень комфортно и классно а зимой можно накинуть сверху плед и тоже хорошо сидится под под попу мягенькая хорошая простота не затекает жопа не затекает мне нравится отлично можно облокотиться кстати очень хороший хорошая система регулировки то есть тут нету определенных заданных углов да как во многих стульях там три-четыре угла и все здесь вообще в любое положение можно фиксировать под абсолютно любым углом спинку в общем чему я записал это видео хочу сказать спасибо техподдержки барски за быстроту я тем более что я им не представлялся кто я не говорил что у меня там свой youtube канал то есть они они не знают они ко мне отнеслись как к обычному человеку но нормально да как к рядовому человеку и как бы я недостаточно еще известно чтобы меня там по одной фамилии знали что это я то есть поэтому это исключено поэтому большое спасибо техподдержки что далее там и комплект колесиков форме пока лежит я хочу пока его сохранить на всякий случай пока у меня есть винтики гаечки газлифт я заменил и задняя девочка извинялась говорит понимаете здесь модель говорит совсем неудачная говорит мы можем еще раз прислать заднюю маковинку вот эту заднюю накладку но говорит она тоже будет слетать в общем заднюю накладку то что прислали они у меня две лежат в шкафу абсолютно новые кому надо пишите могу отдать короче здесь конкретно вот конструкция в том что слетает задняя боковинка в общем видос такой чтобы видос по справедливости то есть чтобы не только хаять и ругать компанию барске я хочу сказать спасибо за достаточно классное решение удобное решение для офиса для игр кстати просиделась за ним ведьмака пять часов к ряду и ни ноги ни жопа не затекли не спина и все вообще отлично все классно выставил себе регулировку тоже спиной как мне удобно и вообще шикарно шикарно комфортно очень комфортно очень шикарное кресло и кстати если вы посмотрите на рынок кресел украине я не знаю как там россия беларусь казахстан но но одно из самых доступных решений по цене и качеству этот конкретно барске так что оставлю сайтик в описании большое спасибо за просмотр пока